Приветствую! Путин объявил мобилизацию. И несмотря на то, что объявлена частичная мобилизация, это не должно нас на самом деле никоим образом успокаивать. Потому что это вопрос, наверное, более успокоительный, чтобы не вводить общую мобилизацию. Ввели частичную не потому, что не нужна общая, а, наверное, потому, чтобы успокоить людей. И, в первую очередь, людей на территории Российской Федерации. Конечно же, это несколько успокаивает и нас. Но, друзья, мы прекрасно с вами знаем, как работают ТЦК и ЕСП у нас. И, конечно же, мы прекрасно понимаем, как будут работать военкоматы у них. И мы прекрасно понимаем, что речь идет о нормальной, полноценной мобилизации. Что это значит для нас? Ничего хорошего это не означает. Поскольку мы прекрасно понимаем теперь, что Российская Федерация не собирается в ближайшее время заканчивать военную операцию, которую они называют специальная военная операция в Украине. Которая для нас, по сути, является войной, войной на нашей территории. И прекрасно мы понимаем, что это затянется надолго. Что, безусловно, в связи с такими действиями с их стороны, наше государство будет увеличивать темпы мобилизации и объемы мобилизации. Что касается выезда. Как мне кажется, уже всем, кому хотели запретить выезд, уже запретили. И, по сути, я не думаю, что теперь в связи с тем, что в России объявлена мобилизация, теперь у нас там запретят выезд инвалидам, да, либо лицам, которые сопровождают этих инвалидов. Все-таки это не такое большое количество людей. Принципиально не повлияет оно на объемы мобилизации. Но, но, теперь, если я раньше говорил, что есть у меня надежда на то, что с 1 октября, там, после 1 октября разрешат выезд студентам, то теперь у меня, конечно, есть большие сомнения, что это произойдет. Потому что, с точки зрения интересов государства, понимая, что многие люди, многие военно обязанные стали студентами не потому, что они хотят получить образование, да, а просто стали студентами для того, чтобы выехать, государство, скорее всего, уже не разрешит выезд студентам из Украины. Ну, как мне кажется. Конечно же, я могу ошибаться и буду надеяться, что я ошибаюсь в своих оценках. Но, друзья, к сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. И мы прекрасно понимаем, что у Российской Федерации мобилизационные резервы очень большие, да. По сути, она по количеству населения там в 4 почти раза больше, чем Украина. И мобилизационных резервов там немерено. И, соответственно, оглашение мобилизации ни к чему хорошему для нас привести не может. Поэтому, если вы планировали выезжать из Украины, особенно если вы планировали выезжать как студент, вы должны теперь понимать, что шансы на это очень плохие. И они обусловлены такими объективными процессами. И, соответственно, если вы хотели выехать, то вам нужно теперь искать другие основания для выезда. Грустное получается видео, потому что грустная ситуация, грустная новость. И меня, честно скажу, очень вот эта новость расстроила, потому что все-таки была какая-то, да, в последние дни, недели надежда забрежала такая, что, может быть, все закончится, да, и закончится в каком-то обозримом будущем. То сейчас мы понимаем, что это крайне маловероятно. И действия РФ в этой ситуации, такие действия РФ говорят о том, что они так быстро от этих территорий не хотят отказываться. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, особенно для студентов, если вы хотели выехать как студенты, то думайте о том, как вы сможете выехать из Украины другим способом. Ну и другим способом. Я, безусловно, говорю о законных способах. Друзья, я вот категорический противник незаконных способов, даже попыток незаконных способов, потому что там, как правило, вы, пытаясь выехать, вы вряд ли выйдете, вы, скорее всего, попадете просто на мошенников, просто попадете на деньги. А в худшем случае эти мошенники сделают вам еще и документы, которые, ну, скажем так, будут далеки от правильных документов, потому что вот то, что я видел в группах, то, что предлагается, ну, там, друзья, там просто ужас. Там на одной страничке написано, например, и стоит печать одного ТЦК, а на обратной страничке другого вообще. Либо там пишут, что признан непригодным к службе там таким-то ТЦК, ВЛК такого-то ТЦК, а печать стоит совершенно другого ТЦК. И, естественно, если вы поедете с такими документами, то единственное, куда вы приедете, это отделение полиции. Поэтому незаконные методы мы не используем, мы используем только законные и ищем, как и какие методы для каждого из нас подходят из того перечня, который дает нам сейчас законодательство. Либо же, если вы готовы отстаивать свои права, то идти уже пробовать выехать сейчас, вот просто ехать, просто выезжать, без каких-либо оснований. Обязательно получать письменный отказ и идти в суд оспаривать тот факт, что данный отказ в выезде вам из Украины является незаконным. И пытаться выехать таким образом через решение суда. И у меня есть надежда, что если мы будем создавать такую серьезную по количеству нагрузку на государство, по количеству обращений в суд, есть все-таки надежда, что суды могут встать на сторону граждан. Потому что, если вы помните, в то время, когда у нас пошла вот эта история с локдаунами, были суды, были конкретные судьи, которые становились на сторону граждан и принимали решения, которые шли в разрез с позиций государства. Поэтому на сегодняшний день для нас вот это, ну, наверное, чуть ли не единственная надежда для того, чтобы выехать из Украины, пока идет мобилизация, пока идет военное положение. Друзья, на этом все. Я вам искренне желаю скорейшего прихода мира в наши с вами дома. Пока!